В небе авиаторы-балтийцы. В небе авиаторы-балтийцы над Чкаловском не смолкает гул самолетов и вертолетов. Низкая облачность и короткий зимний день не беспокоят военных летчиков. Сегодня за штурвалами машин самые опытные пилоты. В соединении морской авиации Балтийского флота начались первые в этом учебном году командирские полеты. Основная задача полетов – выработка единой методики обучения личного состава при выполнении наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки. Командиры авиационных подразделений и их заместители выполняют упражнения в дневное и ночное время на истребителях Су-27, многоцелевых истребителях Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиках Су-24М, а также поисково-спасательных и противолодочных вертолетах. Ка-27 – ударных и транспортных вертолетах Ми-24 и Ми-8, военно-транспортных самолетах Ан-26. Точка из окна класса тактической подготовки истребителей видно, как на ВПП аэродрома выруливает Ан-26. Впрочем, собравшиеся в комнате лейтенанты не обращают на это внимания, выпускники военных авиационных училищ только неделю назад прибыли в свою первую часть гвардейский истребительный полк Балтийского флота, и сейчас у них весьма напряженная пора. Лейтенант Максим Мазинченко из Ставрополя окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза АК. Серова. Во время обучения я летал на Л-39 Як-130, из боевых машин освоил МиГ-29. Теперь хочется стать летчиком первого класса, а то и снайпером. Здесь, в Калининграде, меня радует перспектива освоить Су-27, научиться летать над морем, участвовать в перехватах нарушителей. Правда, до этого еще далеко, Максим осознает, что для выполнения реальных боевых задач ему нужно выйти на достойный уровень теоретической подготовки, выучить руководящие документы, регламентирующие работу флотских авиаторов в таком насыщенном границами районе, как Калининградская область. А на сегодняшний день небо над самым западным регионом нашей страны охраняют старшие и значительно более опытные товарищи молодых лейтенантов. Один из них гвардии капитан Александр Борисевич, за плечами которого 65 боевых вылетов из состава дежурных сил. Чем привстила служба в авиации Балтийского флота? Во-первых, возможностью летать на Су-27. Во-вторых, особым расположением полка. Су-27 лучший в мире самолет. Несмотря на то, что проектировали его в 70-е годы прошлого века, боевые возможности 27-го еще далеко не исчерпаны, недаром все новые машины созданы именно на его основе. А расположение. Здесь, в Калининградской области, часто удается видеть в небе самолеты иностранных государств, так что есть возможность лучше узнать возможности своей машины в сравнении с иностранными аналогами. За годы службы мне довелось встречаться с АС-135 американскими самолетами-разведчиками, американскими же Посейдонами, шведскими Гольфстримами, немецкими Орионами, беспилотниками Глобал Хаук. А были еще и встречи с иностранными истребителями польскими F-16, немецкими Еврофайтерами, шведскими Гриппинами. Иногда после наших встреч зарубежные СМИ поднимают волны на тему нашего якобы опасного маневрирования. Но это политические и провокационные заявления, в небе мы предельно корректны и никогда не выходим за рамки дозволенного. Полеты над Балтийским морем не самое простое дело. Регион небольшой, да госграницы тут в любую сторону рукой подать. Тем не менее, по словам Александра Алексеевича, благодаря постоянному контролю и наведению с земли ни одного прецедента нарушения чьей-либо границы со стороны авиаторов-балтийцев не было. Самое сложное в нашей работе совмещать боевое дежурство, в котором мы находимся практически постоянно, с полетами. Нагрузка на летный состав подразделения весьма высока, так что прибытие молодого пополнения, конечно же, радует. Правда, до того как молодые лейтенанты полностью встанут в строй, пройдет несколько лет. Профессия летчика не имеет предела совершенству, и уверенно заявлять «я летчик» можно только с годами. Точка над аэродромом гудят авиационные двигатели. В командирских полетах задействовано более 10 единиц самолетов и вертолетов, а также аэродромная техника. Пилоты отрабатывают посадку в ночных условиях и примития минимуме, благо калининградская погода дает для этого массу возможностей. Пилотирование над водной поверхностью на малых и сверхмалых высотах, вертолетчики выполняют посадки на палубы авианесущих кораблей как на ходу, так и в дрейфе. Посадки с самостоятельным подбором площадки с воздуха, выполняют задачи групповой слетанности и поисково-спасательного обеспечения. Ведь как бы ни были хороши самолеты и вертолеты, залог победы в бою мастерство летчиков, Тимур Гануддинов, красная звезда фотоавтора и из архива пресс-службы «Калининград». Продолжение следует...